Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре идут работы по подготовке к новому пляжному сезону. Что будет сделано перед официальным открытием пляжного сезона? Какое оборудование будет установлено на самарских пляжах? Какие мероприятия будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде? В нашей студии Леонид Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара и Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Леонид Вячеславович, Евгений Аминович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Добрый день. Ну и что бы хотелось сказать. В этом году ранняя весна, очень ранняя весна, лето, ну по сути дела оно вот уже настало, мы ощущаем уже почти 30 градусов. И, соответственно, очень хочется купаться. Кстати, вот скажите, а вы лично когда начинаете свой личный купальный сезон или пляжный сезон? Ну, я, наверное, все-таки тогда, когда вода прогреется минимум до 16-17 градусов, не рискую начинать купальный сезон ранее, моржеванием не занимаюсь, может быть, начну. То есть вы как бы консерватор, вот, когда традиционно ясно, Леонид Вячеславович, а вы? Ну, я в основном загорать уже начинаю рано. А, то есть вы уже выходите, вот. То есть, в принципе, по большому счету вы уже на пляж выходили, то есть уже не только как, в смысле, как сотрудник, как сотрудник администрации городского округа Самары, но и просто как житель города, потому что, ну, действительно приятно. Ну, действительно, я вот хочу сказать, что пляж Самаре, на самом деле, это такое место, ну, важнейшее. Я бы даже сказал культово. Я вот сейчас просто, когда к программе готовился, и сейчас, когда мы с вами сидели, вспомнил, ну, да, особенно когда ты молод, вот, когда заканчивается учебный сезон, то есть школьный сезон, студенческий сезон, ну, куда идти? Ну, конечно, на пляж. Конечно, на пляж, потому что там красиво, там Волга, там свежий воздух, там красивые девушки, ну, что уж там говорить вокруг. Ну, естественно, там приятно провести время. Вот сейчас идет работа активная по подготовке к новому пляжному сезону. Сколько пляжей будет открыто? Где? Какие пляжи? Ну, пляжи у нас традиционно размещаются на девяти участках Саратовского водохранилища. Это и вдоль набережной реки Волги, там три у нас пляжа, а один пляж в загородном парке, в районе спуска по улице Советская Армия, на Барбошиной поляне, в районе санатория Можайский и пляж Красногринского района. И у нас еще уже как бы вошел в традицию организовывать пляж в месте проведения Грушинского фестиваля в районе Грушинской поляны. Он организуется на короткое время, только на период проведения вот этого фестиваля. Но, тем не менее, это тоже городской пляж, который также оборудуется по всем тем требованиям и правилам, которые установлены для всех остальных пляжей. А, кстати, вот когда готовится вот такой временный пляж, подготовка чем-то отличается от подготовки вот такого пляжа, скажем так, основательного, фундаментального, который там работает по середину осени, по сути дела? Нет, требования для любого пляжа, они установлены федеральным законодательством. И есть еще постановление Самарской губернской думы, где прописаны все требования, которые устанавливаются и к месту, где может размещаться пляж, и к тому, как он должен быть оборудован, каким образом и какие требования к его оснащению и содержанию предъявляются. Ну, хотелось бы сразу сказать, что любой пляж, прежде чем открыть, должен быть задекларирован в МЧС, то есть подается специальная декларация, минимум за месяц до открытия пляжей и начала эксплуатации. В настоящее время у нас на все наши 9 пляжей такие декларации уже поданы, получено положительное заключение, что все пляжи стоят в приесторе, и они уже как бы после того, как будут оборудованы, когда у них будут спасательные посты и восстановорудованы, проведены все необходимые мероприятия, уже могут эксплуатироваться. Кроме того, необходимо иметь заключение о качестве воды и песка, то есть это тоже обязательное требование. У нас уже 16 мая был сделан первый забор воды, сейчас мы ждем результаты, и потом вот на этой неделе будет повторный забор, после чего готовится санитарно-эпидемиологическое заключение, то есть где указывается как бы вода и песок пригодные для того, чтобы начать эксплуатацию пляжей, либо нет. Ну и плюс, соответственно, нужно провести водолазные обследования, посмотреть дно, то есть позволяет ли там организовывать зону купания, потому что там не должно быть ям, водоворотов, дно должно быть ровное и прочее, прочее, потому что от этого будет зависеть и, скажем так, на каком удалении от берега будет ставиться зона буйков, где будет размещаться пляж для лица, не умеющих плавать, и детей, потому что там глубина должна быть не более метра двадцати, есть такие специальные зоны, они у нас оборудуются на центральных пляжах, на центральных пляжах, и плюс убрать со дна водоема, в той зоне, где будет стоять зона заплыва, все крупные предметы, камни, коряги и прочее, все, что там может причинить вред купающимся. Ну и, соответственно, ждем схода паводка, потому что основные работы у нас начинаются именно после того, как уровень воды уже начинает приближаться к двадцати девяти, он у нас уже сейчас начал спадать, и в настоящее время идут работы по очистке территории, той, которая освободилась от воды, от того, что принесла наша река, то есть это и коряги, и камыши, и мусор, все это сейчас убирается, и готовится площадка для завоза песка. Ну, то есть, по сути дела, сейчас работы идут прямо вот уже, ну, самый такой горячий сезон. Да, 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 да. Вот как только у нас уровень воды в Саратовском водохранилище в районе нашего города будет на уровне двадцати девяти метров, соответственно, уже начнется непосредственно сам завоз песка. И дальнейшая его планировка, расстановка пляжного оборудования, установка спасательных постов, да, то есть и пляж уже, можно сказать, будет введен в эксплуатацию. Вот у меня, кстати, было интересно, когда вы сказали, что, оказывается, существует целый свод законов, который нужно соблюдать, открывая пляжи, и что вот перед тем, как пляж начинает, официальный пляж, имеется в виду, не дикий, в кавычках, пляж, начинает работать, его нужно обязательно ставить на учет в МЧС, вот я, например. Кстати, а если пляж частный, это та же самая процедура? Да, да, и кроме того, еще необходимо оформить акваторию по договору водопользования. То есть это тоже такое требование водного кодекса, то есть собственник пляжа должен ту акваторию, которую он использует, тоже оформить. То есть она должна быть оформлена. У нас на наших пляжах эти акватории все оформлены. А что значит оформить? Договор водопользования, ну это как бы аренда воды, ну если так вот по-простому сказать. Если юридическим языком. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, сюжет касается тоже пляжей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ориентировочные даты проведения у нас 4-го 06-го по 13-е 06-е. Все пляжи пройти водолазным обследованием, для того, чтобы уже потом спокойно их открыть. Обсуждая подготовку зон для купания, глава Самары обратила внимание на состояние инвентаря, которым на протяжении многих лет укомплектовывают пляжи города. По техническим характеристикам все отвечает нормам. Однако на каждом пляже очередей набережной инвентарь разный, отличается по цвету, размеру и стилю. Елена Лапушкина поручила профильному департаменту и муниципальному предприятию продумать план, по которому постепенно заменят и приведут к общему стилю все комплектующие пляжи. В пример, глава города привела концепцию, по которой торговые площадки на набережной приведут к единому облику. То же самое нужно сделать и с лавочками, зонтами, раздевалками и другим инвентарем. Давайте обсуждать, чем можно их заменить. Их надо приводить в соответствие все очереди набережной. Надо какой-то общей тоже концепции, как по киоскам идем, так надо и здесь по оборудованию. Купальный сезон планируют открыть 15 июня. Городские пляжи будут работать до середины сентября. На самом деле вот очень красиво сейчас мы посмотрели. Вот прям уже хочется на самом деле туда прийти, искупаться, позагорять, потому что места у нас действительно отличные. Вот если говорить об оборудовании пляжей, что будет сделано, как будут оборудоваться самарские пляжи? Ну вот мы услышали, что постепенно будет единый стиль вырабатываться. Ну понятно, что это вопрос такой небыстрый, но тем не менее, что будет у нас? Ну как было сказано в сюжете, почти там 1700 единиц пляжного оборудования будет установлено. И среди них есть и новые элементы, там часть из них была уже озвучена. Но еще раз повторюсь, это будет то, что прям вновь-вновь появится, это теневые навесы. Потому что есть очень много обращения по поводу того, что не на всех пляжах есть возможность скрыться в тени. То есть от палящего солнца. То есть не зонтики, а навесы? Да, это будут навесы, которые позволяют достаточно большому количеству людей там под них разместиться и тем самым спрятаться от солнца. Плюс были пожелания установить специальные поручни в местах, где установлены устройства для мытья ног, потому что, чтобы было удобнее держаться, вот они будут установлены у нас. Новые кабинки для переодевания будут у нас одноместные установлены. Кроме того, информационные стенды у нас обновятся, они будут антивандальными, новыми. Там будут размещаться, кстати, хочу обратить внимание, что это очень важный элемент пляжного оборудования, поскольку прежде чем зайти на пляж и начать на нем отдыхать, пользоваться им, неплохо было бы ознакомиться с информацией, которая размещается на подобных стендах. Там есть информация и о правилах поведения, что можно делать, чего нельзя не делать на пляже, температура воды, профиль дна, размещение спортивных площадок и много-много еще чего интересного. Там все это размещено, поэтому ознакомились, посмотрели, почитали и пошли отдыхать. Ну да, а кстати, температура воды актуальна, то есть это каждый раз обновляется? Да, да. В течение там какого-то начала работы спасательных постов у нас актуальная информация о температуре воздуха и воды, она там размещена. Там же будут размещены и результаты анализа воды, профиль дна, то есть можно будет посмотреть, где какая опасная зона может быть есть. То есть где глубоко, где не глубоко, то есть пожалуйста. Ну, хотел бы сразу сказать, что в тех местах, где прям вот явно выражены какие-то дефекты дна, там, допустим, ямы или какой-то водоворот, там всегда устанавливается информационный аншлаг, что там купаться нельзя. Это же касается, допустим, тех зон пляжей, которые располагаются близко, допустим, к каким-то водочным станциям или еще чего-то. Например, в районе пляжа 2-й чайдинабережный, там он ближе к волнорезу, тот вот этот участок, он как бы не рекомендован для купания, потому что там близко находится водочная пристань, стоянка маломерных судов, и поэтому загорать, принимать воздушные и солнечные ванны, пожалуйста, но вот купаться не рекомендуется. И об этом стоит там информационный стенд, всегда он устанавливается, каждый год. Вопрос такой мой, на самом деле, ну, наверное, любимый. А спортивное оборудование какое будет на пляжах? Потому что Самара город спортивный, мы как бы любим заниматься спортом. Да, у нас пляж, он такой, имеет многофункциональное назначение. Это не только рекреационная зона, где можно прийти, позагорать, там провести как-то время с пользой для здоровья и отдохнуть, но еще и место проведения ряда спортивных мероприятий. У нас в городе есть несколько федераций пляжных видов спорта, которые очень активно используют в основном даже вот эту пляжную зону в районе набережной реки Волги. То есть там это и пляжные футболы, и волейболы, и баскетболы. Они размещают ежегодно там площадки, где проводятся соревнования разного уровня. Ну и для тех, кто не является, скажем, профессиональными спортсменами, но хотят тоже позаниматься, есть, также есть и волейбольные стойки стоят, и просто, допустим, снаряжение для занятий физкультуры. Там турники и иные приспособления, которым может любой подойти желающий и позаниматься. Ну вот это очень здорово, на самом деле, потому что вот сейчас среди молодежи очень это модно, особенно вот воркаут и все, что с этим связано. Я считаю, что пляж как раз вот идеальное место, на самом деле. Евгений Валерьевич, вот если говорить о безопасности, потому что пляж – это вода. Вода – это источник повышенной опасности. Вот, соответственно, давайте поговорим об этом. Кто и как будет обеспечивать для начала вот общую безопасность на пляжах Самары? Я хочу сказать, что для обеспечения безопасности будет работать 14 спасательных постов, на которых будут нести службу 44 спасателя. Эти спасатели все пройдут и проходят на настоящий момент дополнительное обучение и подготовку, получат удостоверение о том, что они могут выполнять эти работы все, они будут дееспособные, совершеннолетние граждане. Как правило, это спортивные люди, в основном студенты в летний период, которые выполняют вот эти вот работы на наших пляжах. Значит, все эти спасатели, как я уже сказал, будут со свидетельством о том, что они прошли подготовку. Кроме этого, будут они обеспечены всем необходимым оборудованием, инвентарем. Это и спасательные круги, концы Александрова. Это для того, чтобы оказывать помощь тем, кто тонет на воде. Кроме этого, они будут иметь ласты, маски для того, чтобы при необходимости организовать даже поиск. Хочу сказать, что в обеспечении безопасности на пляжах будут участвовать не только эти спасатели, но у нас привлекается еще поисково-спасательная служба Самарской области, которая с воды будет обеспечивать безопасность наших отдыхающих граждан. Это вот как раз те самые катера, которые курсируют? Катера, которые курсируют и стоят на границе пляжа, на границе водной границы пляжа, за буйками, которые следят и в случае необходимости оказывают помощь и уставшим пловцам, и предупредят о том, что заплывать за буйки. Что-то слишком далеко заплыл. Ну и, кстати, еще один важный момент, наверное, сейчас эпоха маломерных судов, она как бы трансформировалась, изменилась, то есть у нас появилось много всего, и появляются любители, вот на этом много чем, то есть все эти водные мотоциклы и прочие-прочие приспособления покататься на обычном пляже, что категорически, конечно, на мой взгляд, нельзя. Да, конечно, это гидроциклы и даже, наверное, САПы в той или иной степени, которые тоже могут принести вред здоровью отдыхающих. САП, да, на самом деле. Поэтому, в общем-то, у нас, я говорю, есть план взаимодействия с другими структурами, которые обеспечивают безопасность. Это в том числе государство и инспекция по маломерным судам, которые будут контролировать зону пляжа и не допускать проникновения или просто нахождение там маломерных судов, которые могут вызвать опасность. Кроме этого, еще, наверное, есть и опасность со стороны, наверное, самих отдыхающих. Тогда, когда, ну, в разном состоянии люди могут быть и иногда нарушают общественный порядок. С этой целью у нас организовано взаимодействие с органами внутренних дел, с отделом полиции, которые, ну, маршруты патрулирования приближены к набережной и в случае необходимости можно быстро связаться через диспетчера и, ну, навести порядок на том или ином участке пляжа. Я правильно понимаю? Ведь у нас же, насколько я помню, в публичных местах распивать спиртные напитки нельзя. На пляже тоже? Конечно, это общественное место, совершенно верно, нельзя распивать спиртные напитки. Ну, не только нельзя, и курить нельзя на пляже, и выгуливать домашних животных нельзя на пляжах. До юра нельзя, да? До юра нельзя, да. То есть курить юридически тоже? У нас везде на пляжах есть информационные таблички о запрете курения, распитии алкогольных напитков, нахождении с животными, это все там есть. С животными любыми, то есть маленькая собачка? Кроме собак-полудырей. А, понятно, ну, то есть если человек, ну, да-да-да, это отдельная история. А потому что у нас есть два пляжа для мобильных граждан, то есть они у нас оборудуются в районе Некрасовского спуска и в районе Первомайского спуска. Там есть две специальные зоны, именно для маломобильных граждан, то есть в том числе и слабовидящих, то есть поэтому эта группа населения тоже ходит на пляж. Еще раз, где у нас, говорите, вот этот пляж? Потому что у меня просто мают близкие дыроки, но он, к сожалению... Да, это называется доступный пляж. Там работают волонтеры, которые встречают граждан, вот маломобильных граждан и инвалидов, помогают им дойти до кромки воды. Там специальные настилы для колясочников, есть специальное оборудование для плавания поручень для схода вода. То есть одна такая зона оборудована под Некрасовским спуском, одна под Первомайским спуском. То есть, в принципе, человек, вот если, допустим, плохо видит, ему помогут и зайти в воду, и, может быть, даже в воде его сопроводить, и обратно выйти? Да, да, да. Там есть даже специальные карты тактильные, то есть там вся логистика выстроена. То есть маршрут движения от остановки общественного транспорта по набережной, к пляжу тоже вся логистика выстроена. То есть там есть указатели, в том числе и тактильные, допустим, слабо видящий человек может воспользоваться этим пляжем также. Ну, вообще, на самом деле, вот для меня это новость, я не знал, хотя у меня вот есть друзья-спортсмены, которые, люди с ограниченными возможностями здоровья, и вот один из них как раз у него, ну, практически человек слепой. И для него, вот я сейчас подумал, для него это действительно очень важная история, потому что мы-то как бы этого не замечаем, а для них это, ну, возможность жить нормальной жизнью. Да, там есть специальные требования к оборудованию данных пляжей, там и специальные туалеты, и раздевалки, и носилы, все приспособлено именно вот для инвалидов и маломобильных граждан. Я больше скажу, даже эта территория, вернее, эти зоны, две, они используются не только вот инвалидами, но и, допустим, отдыхающими с детьми, с колясками, которые приходят, потому что тоже как бы сложно передвигаться по песку, здесь они вполне без проблем могут добраться до громкой воды с коляской, то есть по настилам, поэтому это тоже как бы такое место. Евгений Венович, вот, кстати, к вопросу о САПах, вот сейчас чрезвычайно популярная тема, можно с САПом сейчас на пляже или нельзя? То есть вот если я пришел на пляж с кругом, конечно, можно, надувной круг, ну, что же, если я пришел с матрасом, ну, конечно, можно матрасом, но есть матрас, ему уже, наверное, сто лет матрасом. А вот САП – это вообще что? Ну, САП – это, наверное, средство передвижения, которое имеет определенные размеры, габариты, и я думаю, что с САПом нельзя, даже не думаю, я уверен в этом. То есть с САПом на пляже? С САПом на пляже нет. На пляже нет, заходить за границей только пляжа, то есть у нас есть у пляжа специальные границы, которые обозначены информационными табличками, где написано «Граница пляжа». То есть вот в этой зоне, и тем более в зоне, ограниченной буйками, где идет, скажем так, основное массовое купание, граждан заходить с данным инвентарем, спортивным, вообще не рекомендуется, потому что это можно нанести травму и так далее. Конечно, он на самом деле достаточно тяжелый, твердый, плюс там есть свесло, как бы это такое вот. Поэтому, пожалуйста, заходите за границу пляжа, также пересекайте до того места, откуда начается движение, и пользуйтесь. Вот, кстати, если говорить о границах пляжа, и вот насколько сейчас распространено купание вне территории пляжа? Значит, да, это очень важный вопрос, вот вы сейчас подняли. Я хочу сказать, наверное, начну со статистики. У нас в прошлом году, к сожалению, к большому сожалению, погибло 15 человек, утонуло в летний период. Три человека утонуло в районе пляжей, то два из них утонуло вне работы пляжей, то есть до открытия, до того момента, когда начали работать спасатели. А спасатели у нас начинают работать с 9 часов до 22. То есть это в ночное время были компании, где тоже употребляют спиртные напитки, граждане, случилось вот такое несчастье. И 12 человек утонуло в необорудованных местах. Сама статистика говорит о том, что купаться необходимо в оборудованном месте, на оборудованном пляже, потому что там, где пляж не оборудован, там, где дно не обследовано, коряги, камни, водовороты, воронки водяные, непроверенный берег, отсутствие человека, который придет на помощь. Статистика говорит о том, что все-таки гимнут там, где не оборудованное место, где нет спасателей. Поэтому вот еще раз хочу обратиться к нашим, к жителям города. Пожалуйста, приходите на пляжи, купайтесь там, отдыхайте там. И второй момент, это следите за своими детьми. Потому что достаточно... Вот это архиважно, следите за своими детьми. Достаточно очень непродолжительного времени, чтобы ребенок... Утонул по-русски. Утонул, да, по-русски, скажем так, утонул, захлебнулся, испугался. Все может быть. Поэтому следите за своими, особенно маленькими детьми. Берегите детей. Ну да, потому что вот эта история, когда две мамы начинают вдруг, неожиданно, вот у них нашлась какая-то тема, и они разговаривают, а в это время дети якобы купаются, как раз тогда происходит все самое страшное. Да, хочу сказать, что вот, в общем-то, органами власти нами делается все для того, чтобы и пропагандировать знания, правила безопасного поведения новодианирования, раз доводятся на уроках обеспечения безопасной жизнедеятельности в школах, в детских лагерях отдыха, там, где оборудованы пляжи, тоже за детьми следят, доводят до них в разной форме информацию о необходимости безопасного поведения новодианирования. Ну да, потому что на пляже там хотя бы есть шанс, что кто-то из, так сказать, окружающих увидит, что что-то не то, а там, где пляж не оборудован, то есть ребенок зашел в воду, в это время родители, простите, начали выпивать, уж называем вещи своими именами, и они просто о детях забыли. К сожалению, такое случается. А потом уже все произошло, и уже поздно, и можно плакать, но от этого ты ничего не изменишь. Вот этим, к сожалению. Но здесь только вот остается пожелать людям какого-то здравомыслия, я бы так сказал. Совершенно верно. Ну и, соответственно, приходить туда, где можно нормально, спокойно, с удовольствием, с комфортом провести время, и где шансов, что ты придешь туда и оттуда уйдешь, в таком же состоянии, даже лучше, у тебя практически максимум. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, увидимся на пляже, потому что, ну, Самара все-таки действительно город-курорт. Да. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Леонид Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара и Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защитой администрации городского округа Самара. Хорошего отдыха на Волге и будьте осторожны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова